Фитнес-приложение в 6.00 разминка в 7.00 силовые упражнения Я 6.00 разминка в 7.00 поминки Ах ты крыса, приятного аппетита Знаешь, как называются похороны электрика? Как? Заземление! Хозяин, ты дебил, что ты делаешь со мной? Тем, кто выговорили её фамилию, логопед точно не нужен Учитель-логопед Клейнсенс Штоддельн Паула Ироид Обожаю, когда кто-то берёт больших собак на руки И они совершенно не понимают, как это вообще произошло И выглядит примерно так Я жертвую своё тело науке Учёные подпирают мной дверь в лабораторию, чтобы она не хлопала Е-е, спасибо Когда набрал лишний вес, но ты всё равно прекрасный человек с доброй душой Я хочу Годзиллу Мама, Годзилла ждёт тебя дома Годзилла дома? Кто бежит, если бы я в детстве пришёл домой и увидел такого Годзиллу, я бы умер от счастья Я, ну всё, пора готовиться к зачёту Ютуб, 8 способов приготовления пельменей, о которых вы не знали Я Так, ну это определённо надо знать Достоинство, интересная игра, игра на трёх-пяти человек Недостатки, жаль, что у меня нету друзей Комментарии, плакал долго Как же жизнь Парень, дарит мне цветы Они цвета твоих глаз Я, это лилии, они белые Парень, ну да, большая часть твоих глаз белая Хе-хе, и не поспоришь Когда тебе немного за 25? Только с кровати встала А уже скоро ложиться Ужас Читать не хочется Смотреть ничего не хочется Ничего не хочется Ну что-то при этом хочется Буквы С и Н на кранах с водой означают, соответственно, студёная и нагретая Теперь понятно Вообще они вроде означают кул и ход Типа холодная и горячая Ну да ладно Студёная и нагретая тоже сойдёт На тебя похоже Почему? Такая же псина сутулая Спасибо, мам И да, друзья, всем привет Меня зовут Алексей Сова И сегодня у нас новая подборочка мемасиков Поехали Поняла, что отрастила себе яйца Когда мне сказали, что ко мне едут в гости Хотя я сказала, что никого не жду И когда мне позвонили в дверь Я выключила звонок, телефон И пошла спать дальше Если люди не понимают с десятого раза Что я не люблю подобное Будем отучать по-другому Браво, просто браво Я Это не жизнь, а чёрт знает что Сил моих уже никаких нет Я после того, как на улице Стало на 3 градуса теплее Ге-ге Я хочу собаку Мои родители Лови хомячка Собака Собака злится на собственную икоту Три тысяча четыреста дизлайков Кто за тварь Когда я был маленьким Мама мне сказала, что когда я вру У меня на лбу появляется красная точка Которую видят только мамы Поэтому я прикрывал лоб рукой Когда собирался соврать Отлично придумано, мам Великолепный план, Волтер Надёжный, как швейцарские часы Будильник звонит Я во сне, танцующий под его мелодию Уже 40 минут Выпил эти таблетки Теперь я на совершенно другом уровне Так ты теперь уравновешенный Кто не понял, это из уровня штуки Которые показывают уровень Пока мои ровесницы уже давно стали веганшами И готовят тушёные овощи Я готовлю как батя Которого наконец-то оставили дома одного И он нафигачил целую кастрюлю макарон Целую сковородку фарша в кетчупе И стоит, мешает сухой макарониной в зубах И переговаривает Ох, хорошо Будущее наступило Теперь мы можем заварить борщ Я должен это попробовать Так вот откуда берётся красная вода для борща Чего тебе надо в настарте? Пердун глухой В Швейцарии незаконно содержать дома Лишь одну морскую свинку Так как они сильно нуждаются в паре Но об этом же может никто не узнать, правильно? Ладно, ладно, нарушать законы это плохо Будущее наступило незаметно Кто пишет Мне 39, моё лицо сейчас довольное Как хз у кого Улыбка шире, чем у Гуин плена У кого-то сбылась детская мечта Похититель похищает меня Я через 20 секунд А давайте заедем покушать Хочу мороженое Блин, меня укачивает Весна в этом году выбирает какая погода будет сегодня Жара, дождь со снегом, дождь, адский холод, ветер и тучи, снег Сколько дней в неделе? Семь Сколько месяцев в году? Двенадцать Число 68, чётное или нечётное? Чётное Как это узнал? Просто я умный За свою улётность денег не беру Я приподнимаю большой камень Куча насекомых под ним Ты кто такой? Мастера маскировки А, там внизу справа реально человек есть Я его и не заметил вообще Остальные чё-то плохо замаскировались Прибыл в Москву На входе в метро хотели оштрафовать за отсутствие перчаток Чего, блин? Не растерялся Достал из рюкзака носки и нацепил на руки Посмотрели как на долбанутого, но пропустили Челябинские не сдаются Челябинские вообще, наверное, в металлических перчатках ходят Анна, здравствуйте Есть свободные номера в Можжевельной роще с 14 по 19 июля? Нужно два номера для двух пар Нету Понятно, спасибо, жаль Было бы здорово, если бы вы здоровались с гостями Сразу видно, клиент с претензией Хорошо, что нет номеров Что за вежливость этот клиент себе позволяет? Хе, кто смотрел фильм, поймёт шутку Один наряд, 235 карманов Это наряд васармана, походу Елена пишет Теперь представьте, вы стоите в магазине и расплачиваетесь И вас спрашивают 10 рублей, чтобы не получилось сдать мелочью И вы Да, есть в кармане И пошли по всем карманам Стопудовый васарман так по магазинам ходит Русский человек всегда находится где-то между переездом в другую страну и переездом в деревню В России живём, сам понимаешь Да, мы тоже когда ипотеку брали, я такой думал Блин, да может не нужна мне эта ипотека на 20 лет Может лучше в деревню переехать А потом подумал, и что я в деревне буду делать? Там интернета нормального нет Идея, которая возникла у меня в голове И как я её исполнил Кто-то Идеального кафе не существует Идеальное кафе Шрек спится Может там подают крысок на вертеле В Нижнем Новгороде обнаружена загадка Кто пишет Это же китаец, да? Да, китаец Когда первый орден пал ЗП больше нет, а кушать хочется Кто пишет Даже от штурмовиков тёмной стороны намного больше пользы, чем от наших ЖКХ Идеальная семья Ещё собачьей лапки не хватает Для некоторых людей борода не элемент стиля А жизненная необходимость До После Да-да-да, вы думаете, почему я ношу бороду? Приношу извинения пассажирам-аэрофобам рейса Москва-Брюссель За восторженные комментарии моего сына к каждому манёвру самолёта на взлёте и посадке Он падает? Ой-ой, сейчас упадёт Сейчас будет авария Хуже только музыку из крутого пике на громкой включать Кто вообще из зрителей моего канала смотрел Каламбур? Мне кажется, только я Четырнадцатилетние придумывают новое слово Восемнадцатилетний я Да, вот это Каламбур Вы хоть знаете такое слово? Стиль без тормозов Ребёнок девяностых, это когда первые годы жизни твоим воспитанием занимается бабушка и Юра Хой В точку, да, Жиза Солнышко пригреет лучиком И ушка помашет прутиком Фотографии на стене парикмахера Вы после стрижки у него Хе-хе, надо было вставить этого Джима Керри из Тупой ещё тупее И начинаешь задумываться, а в парикмахере ли дело? Да-да-да Я стараюсь рандомно выбирать яйца, которые буду готовить, чтобы они не знали, кто следующий Обожаю создавать напряжённую атмосферу Когда узнал, кто начальник отпускает с работы пораньше Еху! Привет! Привет! Я не могу уснуть А я могу! Спокойной ночи! Ели всем Голливудом Я всех перепутал Я знаю, просто есть песня Скарлетт Йоханссон едет в Херсон Наверное, это значит, что она с Украины, нет? Мне пришлось заплатить за инет в самолёте, чтобы выложить вот это чудо Да сфоткал бы и потом бы выложил Вот люди несмышлённые Современные технологии Шашлычный калькулятор О! Актуалочка на майские праздники Сколько вас? Какое мясо жарим? Насколько вы голодные? Как долго планируем балдеть? Нормально посидим и так редко собираемся Ваш рецепт шашлычного балдежа 2 килограмма свинины Отличный рецепт А кроме свинины, чё ещё надо? Свинину я и сам как бы выбрал во втором пункте Ребёнок увидел, как я наношу консилер И спросил, почему я это делаю Я бы спросил ещё, чё такое консилер Я сказала, это помогает мне выглядеть моложе и более бодрой А, походу, какие-то женские штучки Ну ладно На что он мне ответил Но внутри ты старая и уставшая Устами младенца Стример получает донат в 500 долларов Тот, кто задонатил Say my name Айзенберг Я просто вспомнил эту сцену Обожаю вообще тяжкие Мне так нравится наблюдать за тем, как люди неожиданно начинают улыбаться в телефоны Потому что никогда не знаешь, что там Милое сообщение Бабушка скинула фотку кота Киллер написал тебе, что задание выполнено Я не знаю, но я очень рад за то, что ты счастлив, дружок Всё сразу, я полагаю Да, бабушка киллер скинула милое сообщение о фотку кота Не знаю зачем, но мне нужна такая постель Не нужна она тебе, ты ж понимаешь, что ты по ночам ещё больше жрать будешь хотеть Я пытаюсь аккуратно разрезать кулич Верхушка из глазури Ты чего наделал? Надо потому что сначала верхушку съедать, а потом кулич отдавать кому-нибудь Шёл ночью по пляжу, чуть не обосрался, думал сборище какого-то тёмного культа Долбаные пляжные зонтики Моя сестра сфоткала своего пёсика на полароид, но он слился со снегом на фоне Пришлось немного дорисовывать Немного пиксельный пёсик получился Почти как в Майнкрафте Богатый человек ходит с айфоном, носит брендовые вещи, ест в дорогих ресторанах Реально богатый человек ходит к психологу и стоматологу Ну к стоматологу это по-любому надо ходить Ты просто в долги влезешь, но пойдёшь к стоматологу А вот к психологам ходят походу реально богатые люди Не знаю, у меня психолог в списке моих мечт стоит где-то после замка в Лондоне И да, друзья, вот к этой картинке вы можете придумать прикольную подпись И написать свой вариант в комментарии под этим видео Лучшие из них обязательно попадут в следующий выпуск Поддерживайте этот ролик лайком, подписывайтесь на канал, если вы ещё не подписаны И зацените другие мои видосы А также не забывайте переходить по ссылкам в описании И подписываться на мои страницы в других соцсетях Паблик мемоз вконтакте, моя страница вконтакте Канал в телеграме, канал в тиктоке, страница в инстаграме Дофигища короче всего И даже в описании есть ссылка на нашу с Аленой книгу Которая называется Привет мир Обязательно её прочитайте Книга офигенная И её можно скачать бесплатно, поэтому торопитесь А впереди вас ждут ваши лучшие комментарии к предыдущему выпуску С вами как всегда был Алексей Сова Пока-пока Алена, жрать! Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»